Привет, зритель! Я вот в камеру смотрю, вблизи, я как бы её вижу, а вдалеке я её ни хрена не вижу, она мне тупо солнышком отсвечивает, но вроде как меня видно. Села я в другую сторону, там я в тени, получается. В общем, мне тупо надо было зажигалку на газ, на газовую плиту. Зажигалка газовая, да и газовая. 65 рублей. Вот такая обычная зажигалка. Тут больше-меньше делается. Или она выключается, так, короче. Вот. Обычная зажигалка. Я не хотела её включать, но включила. И так как моя на днях померла, вообще у меня последние три дня был какой-то... И предыдущие два ролика записанные вчера ещё только-только скинула на ноутбук, потому что у меня флешка на фотике заполнена оказалась, и он вообще разряженный оказался. Не фотик, в смысле, на видеокамере. Я слегка подзарядила, пока посуду мыла. Тут у меня хватит на запись. И вроде как меня просили записать, как я готовлю на камеру, потому что давно я не готовила на камеру. Я даже спланировала это сделать, но так как я соберусь готовить вот прям после ролика, а камера у меня снова пойдёт на зарядку, то, в общем, облом. Сделаю как-нибудь в другой раз. В общем, как бы я купила зажигалку. Хотела я, правда, лепестрическую, но там была большая за 170, это вообще она такая длинная была, ну там держишь как бы. И вот такая, думаю, а что мне большая, маленькая её всё равно. Я продавцу говорю, она же, говорю, не так близко, как спичка. Она говорит, конечно. Ну, в общем, удобная. Я её купила. К тому же закончится. Теперь знаешь, что в том магазине они есть. Съезжу уже на велике, завтра планирую открыть свой личный велосезон. Сегодня хотела, но я что-то так устала. За последние два с половиной дня, особенно за последние два дня, вчера и позавчера накопилось, а так, что вот я хожу, у меня, конечно, мыться уже сегодня не порядок. Вчера ноги вообще бетонные, квинчеры были. Я думала, с кровати сегодня не сползу. И джинсы, которые я вчера купила, на самом деле, они у меня сегодня... Как бы я их носила, ходила пешком, хотела подольше прогуляться, но каждые две минуты приходилось подтягивать. В итоге я обратно поехала на автобусе. Ну, прилично, в принципе, прогулялась. Они с меня... Пришла домой, они с меня сползли с моей попы вообще. Вчера они были как бы, ну, не то чтобы сильно в притык, не то чтобы сильно в обтяжку, не свободно. Ну, нормальные обычно джинсы, да? Ремень не требовался. Сейчас вообще я не знаю, что с этим организмом. Я вот это... Я вспоминаю, как Глебушка говорил, что он может похудеть и потолстеть, и никаких усилий не прикладывая. Вот я, видимо, такой же сейчас, как Глебушка. В общем, Лёля мутант. Лёля зашла в Дикси чисто так, думала, вдруг там есть манго, куплю манго. Манго там, конечно, не оказалось, но так как у меня осталось на последние уже шесть дней. Ну, в общем, на неделю у меня оставалось тысяча, как я вчера жаловалась в ролике, в каком-то из двух. И я угрохала почти 700 рублей из этой тысячи на сегодняшний, на поход на Дикси. Ну, и мне ещё там, в общем, в эту Дикси я даже на велике не поеду, даже если там будет какая-то скидка-акция. Потому что было что-то по акции, но в чеке оно пропечаталось, как не по акции. Было что-то с ценником типа распродажа, потому что срок годности через пять дней закончится. У них такое бывает. Так вот, мне творожок пробили так, будто я взяла без наклейки ценником. Ругаться там особо как-то я не хотела. Думала, да ну нахрен, я не обеднею, а они где-нибудь... Люди, которые обманывают других людей, стопудово потом однажды напарываются на то, что обманывают. Короче, чек у меня, видимо, я оставила всё-таки в комнате. Хотя я специально доставала из кошелька. Вот эти хлебцы купила. Они были... Вот что-то было реально по скидке, а что-то как-то... Ну, допустим, если бы я знала, что фрукт, эти ягоды не 66 рублей, а 99, ну, грубо говоря, 100 рублей без копейки, я бы их не купила, потому что, в принципе, я их взяла исключительно из-за скидки. В общем, хлебцы. Злаковый коктейль, доктор Корнер, клюквенный хлебцы хрустящие. Высокое содержание пищевых волокон. Единственное, что меня тут смущает, сейчас скажу, кто. Третий раз я такие, по-моему, беру или второй. Может быть, второй раз беру. Ну, такие у меня родственники любят покупать. В общем, меня тут смущает только подсластитель сукралоза. Ну, глюкоза, фруктоза, как бы какой-то, короче, сахар. Этот подсластитель я потом, если не забуду, его загуглю. А так всё остальное тут меняемое. Соль единированная. Один хлебец примерно 30 калорий, если при этом один хлебец 10 грамм. Но тут 100 грамм в этой пачке. И вот, да, второй раз я такие покупаю. Первый раз у меня в пачке было 9 хлебцев. Так, я купила, просто увидела. Там одна, значит, 17 с чем-то стоит, а другая, если берёшь вторую, то... В общем, одна, по-моему, 17 с чем-то стоит, а другая 12 с 39 вообще. В общем, по 15 с чем-то они не вышли. Или 17 с 69. Ну, короче, 30 рублей с копейками я заплатила за эти две пачки. Грубо говоря, по 15 рублей. Упаковка 100 штук. Салфетки Марка Дикси. Гарантируем. Отличное качество фигара. Фирма. Ну и что у нас тут? Изготовитель Хаят Кимья. Республика Татарстан. Территория завода ОАЗ Ала Буга. 100% первичная целлюлоза. 100 штук плюс-минус 3. Ну, обычные, короче, салфетки. Однослойные, как я понимаю. 100% лоза, хорошо пит. Это идеально для сервировки. В общем, салфетки как бы лишним не бывают. Вот тут солнышко слегка прошло. И я вижу, что у меня все-таки реальная ее запись. Хотя я включала не на самом мониторчике, а с другой стороны жопки камеры. И я себя вижу. Значит, все-таки будут видны, несмотря на то, что солнышко отсвечивало мне от экрана. В общем, там был... Ну, я вообще купила, я потом уже в пакетик один положила. Там был лимон, я не знаю, почему я просто увидела такой маленький лимон. Думаю, совсем маленький лимон. Хотя у меня есть большой, нормальный лимон лежит в холодильнике. В общем, вот лимон. У него жопка немножко зелененькая. И авокадо было. У нас в магните сейчас авокадо 33 рубля за 100 грамм. Я вчера купила одно авокадо, оно у меня на 100 с чем-то вышло. Он такой большой. Я так поняла, что авокадо бывают разных сортов. И вот то авокадо было... Вот бывает такой маленький авокадо, а тут вот такое авокадо было. Я вчера не обозревала, потому что мне надо было купить тупо сыр копченой колбасы. Потом, как оказалось, надо было тупо копченой колбасы купить, чтобы добавить в гороховый супчик. Потому что сегодня человек приходил на обед, оповастил меня только вчера. Я уставшая была, задолбанная всякими происшествиями. И относительно ролика, который я подозреваю, что я все-таки постараюсь замонтировать в том порядке, залить на канал в том порядке, как снимала. В общем, та проблема, которая случилась вчера и позавчера, все-таки у людей был засор. Потому что я сегодня утром что-то услышала опять, как вода сливается. Немножко паранойи ради решила проверить, как там труба. Труба была в порядке, на мое счастье. Но я услышала характерные движения, звуки, когда вы вантусом пытаетесь прочистить засор. Все-таки я надеюсь, что люди будут более аккуратны и не будут кидать в раковину, в слив, в сливное отверстие, то, чего лучше не кидать туда. Ну, то, с помощью чего может образоваться засор. Короче, все вроде как утряслось. В общем, я купила сегодня себе в Дикси. Они 190 рублей, по-моему, или 199 за килограмм. Получается, грубо говоря, 20 рублей за 100 грамм. И вот у меня вот эти оба вышли на 60 рублей. Они вот маленькие. У этих более гладкая и тонкая кожа. Я, кстати, убирала, там были и крепкие, и было несколько мягких, которые отдельно лежали. Был один совсем мягкий, но я не рискнула. Как-то я купила, не помню где. И вот он вроде как был зрелый такой. В пятерке я покупала, помню. В общем, два нормальных было, как бы, ну, просто зрелое. А второй был, в общем, я его разрезала. Он внутри практически весь черный был. Пришлось выкинуть. У меня уже раз пять, наверное, выкидывался авокадо. Один раз я про него забыла. Три раза был, который, как бы, зрелый, мягкий. Но у него вот это, где зернышко располагается, реально зрелое было. Вот этот хостик, он был очень крепкий и вообще никакой. Ну, и один раз вот то, что у меня тогда само внутри черное было. Такие вот авокадки. Я думаю, эти я, наверное, раньше обиходую еду, чем тот. Потому что то более-менее крепенькое. Но оно может еще полежать, как бы, подозреет. И сделаю какой-нибудь салатик. Вообще хочу тупо на лавашик намазать. Вот рыба-то у меня есть. Я покупала еще, по-моему, в марте эту рыбу, которую... Ну, не эту рыбу, вообще рыба там тоже рыба и соль. Покупала косичку такую в пятерке в марте эту рыбу. Она до 30 апреля сроком. У меня как-то родственница ближняя была дома, на кухне заглянула в холодильник. Говорит, а это что у тебя? Типа рыбу купила, да? Говорит, давно купила, а что ты ее не... Ну, да, до 30 апреля. Вот до хрена я купила еще одну рыбу. Она у нас... Сейчас скажу. До 26 марта сделана и до 9 мая она. Лосось Атлантический слабосоленая, семга, филе, кусок. Пищевая... Соленая пищевая рыбная продукция. Состав семга и соль. 200 грамм. 189... Ну, грубо говоря, 190 рублей, потому что там с какими-то копейками это было 189. 45 суток может храниться, но и после вскрытия не более суток. Я хочу на днях заваять, может, даже сегодня сварю рис и заваяю себе роллы. Ну, роллы я делаю, наверное, сначала ту рыбку, потому что это еще может полежать. Она чуть подольше полежит, она полежит на 9 дней дольше. Плюс сегодня я еще хочу повторить то, что вчера делала, я в Инстаграм фоткала. Там у меня рисовая лапша широкая. Я хочу потом самопальную сделать, как я говорила в предыдущем ролике, который я тоже смонтирую, надеюсь, как-нибудь. Может быть, даже сегодня. По крайней мере, сегодня я хочу хотя бы один ролик смонтировать. То у меня там от 31 марта аж висит... Ой, так только начало апреля. От 31 марта у меня висит ролик с Вайбериса. В общем, хочу я потом сама попробую сделать лапшу. В общем, рисовая лапша. Там у меня была огурец тертый, столовая ложка. Я потом в Инстаграм-то закинула. Закину потом на кукпет. Кстати, с сегодняшнего дня там начался третий марафон. Для меня это второй марафон рецептовый. На кукпет потом рецепт закинул. Уже он в черновиках у меня висит там. Короче, столовая ложка у меня подсолнечного оливкового масла альтера была. Вот это гнездо этих рисовых вермишелей. Это и потом огурец я кусок потерла на мелкой терке. Вот которая вот такая у меня ручная держишь за розовую палочку. И чеснока надавила, ну и посолила. И вот креветок еще почистила. И все это вместе смешала. Вот у меня креветки еще остались. Огурец, естественно, тоже. Чеснок в наличии масла есть. Ну и еще 6 штук таких гнезд из вчерашнего обзора этой рисовой лапши. Вот хочу сейчас как раз сделать, чтобы креветки не пропали. Потому что у меня там мясо свиное порезанное, вчера сваренное порезанное. Но уже ближе к 11 я его закончила варить и резать. В итоге смысл порезала и извлекла, когда оно остыло. Где-то часов в 11 вечера. Хочу, чтобы оно не пропало. Потому что я могу про него забыть. Оно вообще высохнет. И там только котто слопает. Котто слопает. И хочу сделать тушеные картошки вместе с ним. Если не в горшочке, я вспомнила, у меня же и горшочек. Не в горшочке, хочу в этой. В мисочке, которая форма для выпекания. В печке. Так. Я купила себе нектар, яблочко, виноград. Качество по доступной цене. Первым делом. Первый раз еще увидела. 32 рубля, что ли, может с копейками. 950 мл. Аспекционный для питания детей от 3 лет. ГОСТ у них 2016 года. И состав сок яблочный, виноградный, сахар, лимонная кислота и питьевая вода. Так, минимальная объемная доля фруктового сока 50%. Ну, я недавно узнала, что к деткам маленьким до 3 и после 3 и вообще сок, допустим, яблочный или еще какой-то разбавляют водичкой. Так что, наверное, то, что он тут, кстати, еще было сготовлено с концентрированных соков, оправдывает. Ну, а мне, помню, мелкая, когда была, мама делала яблочный морковный сок или морковный сок и разбавляла один к одному молоку. Но у меня моркови не настолько много, чтобы завоять этого сока, загемориться. Но соковыжималка, кстати, вот здесь стоит. Такая. Там еще можно к ней было что-то как тереть, но он, насколько я знаю, она уже такая лет 20, если не больше. Она с 90-х годов еще при маме мама делала сок. И там, по-моему, та часть, которая отвечает за терку морковки, допустим, она уже слегка наладо, в смысле, вообще не пашет. Я бы не рискнула ее использовать, но вот как сок, по-моему, она вполне еще готовая. Моркови мне не столько много. Хотя у меня теперь есть электрическая терка, на которой можно тереть морковь. Что я и делала, тут пару раз на разные салаты. В общем, вот тот творог, который распродажат, скидка 30%. Я специально глянула, сколько он стоит без наклеечки, 64 рубля с копейками. И посчитала, сколько рублей 40 с чем-то мне было, он шел по скидке. Но мне ничего не пробили, мне пробили исключительно, минуя этот ярлычок. Это у нас, ну, в общем, он сделан 1 апреля и до 10 апреля у него срок годности. 200 грамм, 9% массовая доля жира, 100% натуральный продукт. У меня такой творог любила бабушка. Это делается у нас в Угличе, то бишь это угличское производство. Ну, на самом деле, это угличский район, Головинское производство. Хоть тут производители Агриволга, кстати, да, вот, ну, трио Агриволга, что он находится как бы... Как он там? Не адрес производства, а производитель, в смысле, находится в Угличе, на улице Спасской, а само производство физически и фактически, как там они... Забыла я их, включают, называются эти адреса, а вот само производство в деревне Головино. Тут даже телефон есть. О, у них даже сайт, оказывается, есть. www.izuglicha.ru В общем, я решила купить себе этот творожок. Во-первых, у меня, в принципе, есть, там стоит простокваша, но ее очень мало выйдет от творога. Я хотела чисто на простоквашу оставить. Да, я тут снова осталась в понедельник, купила молоко у фермеров покупать. До деревни у меня родня уехала в деревню, но туда на велике сейчас не проедешь, потому что там есть такая часть дороги, где-то с километра полтора, может, исключительно проселочная. И сейчас, скорее всего, или снег местами не ставил, в лесу еще лежит снег. У нас тут даже у дома в некоторых местах лежит снег, или там, где тень идет во дворе, лежит снег на детской площадке. Там, я думаю, что там просто тупо не проедешь. Или сейчас на тракторе, или на небе, но никак не на велике. Но завтра вот я хочу немножко покататься. В общем, поэтому я пока коровий творог, молоко покупаю, коровий творог. У меня вот, могу, в принципе, как бы, можно у тех же фермеров купить коровий творог, чисто творог. Можно купить просто побольше молока и сделать самой. Я решила, что у меня будет простокваша, а вот творог себе, или сладкий сделаю, или с чесноком. Ну, у меня тут диксиевый пакет, такой красивый. У меня с собой был пакет, но я была не уверена, что мне его полностью хватит. Я вообще, надо как бы с собой таскать эту сумочку от Вики, или сумочку от Кокпеда, или сумочка у меня там еще какая-то была. Ну, что-то вот я как-то... Я даже не планировала заходить в этот магазин, в дикси. Я даже не планировала в тот магазин заходить, где зажигалку покупала. Не думала, что там что-то есть, просто думаю, ну, зайду так, спрошу на удачу. А там, оказывается, они постоянно так бывают. Вообще, зажигалками планировала немножко в другой магазин. У меня в пакетике, потому что один пакетик был с двумя дырочками. Поэтому на него была скидка, потому что все четыре пакетика были то с двумя дырочками, то с одной дырочкой порезан. Ну, как-то так. Ну, вот в дикси, видимо, думают, что обманы покупателя. Жить пройдет не зря. Бабушка мне говорила, что она работала, как бы, ну, помимо прочего, продавцом-кондитером была. И она говорила, что у нее по молодости был знакомый еврей, который был хозяином магазина или просто продавцом в магазине. Он говорил, что если он за день, тогда же другие цены, в принципе, были, да, и деньги как бы те же, но все равно другие. Советский Союз там где-то начало-середина века, ну, где-то сороковые, может, пятьдесятые. И она говорила, что был какой-то у нее знакомый еврей, который ей говорил, ну, вообще, людям говорил, что если я в день обману хотя бы одного покупателя на копейку, я спать спокойно не смогу. Вот тут, видимо, такой же прикол. Ну, хотя тут деньги остаются как бы в кассе, а то все пробивается. Я не знаю, как у них все это идет, но суть идет такая. Еще там переспрашивала цены на что-то, и вот то, что было все по желтым ценникам, оно именно вот, часть пробилась именно как по акции, а часть пробилась как захотелось. Тут у нас, в общем, вишня без косточки, 300 грамм. Она была по 89,90. И вот то, что вишня, ну, как бы тут вишня отдельно, и вишня, смородина, слива и клубника. Оба по 300 грамм пакетика. Фирма зимой и летом. Она была уже по 99,99, хотя по ценник ушла 66 с копейками. Для здоровья, для здорового образа жизни. В общем, я вишню хочу пока заморозить. И сделать, может, потом киселек или, может быть, даже мармеладик. А эти самые смеси ягод хочу сейчас с бананом и со своей простоквашей смешать часть, с хомячей частью на самопальное такое мороженое. В общем, вот такой у меня был обзор. К концу обзора у нас солнышко совсем ушло. И котик пришел. Котик, я пока уберу все это обратно в пакетик, удобнее нести будет. Котик, тут кроме рыбы ничего такого вкусного нету. А ты у нас старенную рыбу как бы не ешь. Вообще, он мне вчера выпрашивал креветку, хотя мы с ним знаем, что он креветки не ест. Уже было такое дело. Но он все же выпросил. В итоге он на меня так смотрел, типа, что это за хрень я дала. Лапами эту креветку покидал, поиграл. Вот. Лёля осталась без одной креветки. Ну, я как бы не померла от этого. Ну, мне сегодня подруга говорит, ну, правильно, что, говорит, он креветку будет есть. Я ей предлагаю, она говорит, не, я не буду, мне еще работать. Вдруг меня там чего? Я, говорит, хочу работать и не бегать куда-то. Понятно куда, к белому другу. Не обязательно в обнюку. Ну, и она типа того, что она пахнет рыбой, поэтому не съеду. Ну, ты же рыбу ешь, ну, это же, типа, говорит, пахнет рыбой, а по вкусу другое. А тут вот, 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 такой. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр, всем с солнечной погодой, ну, или просто хорошего настроения. Ну, и всё я сегодня в камень дописала к крайнему опросу, где у меня прыгают совершенно не те, кто должен, ну, на кого рассчитан опрос. Некоторые пишут по второму разу, думая, что если я удалила камень с их феерическим подносом словесным, то я следующий не буду удалять. Я тебя, конечно, прочитала, но я считаю, что всё-таки хозяин-барин, то бишь я, владелец канала, и мне не хочется, чтобы... Мне было бы неприятно быть я просто зрителем, зайдя к кому-то, и вот вместо там чего-то нормального и просто хорошего, какой-то усер без причины читать. Не, что-то я оставляю, а что-то вот, то, что реально не относится к теме поста, зачем вас-то оставлять. Это всё равно, что прийти кому-то в гости и вместо туалета снять штаны и усяться прямо на пороге, справлять нужду. В общем, всем хорошего настроения, ещё раз всем спасибо, кто оселил до самого конца, и всем пока!